Всем привет! Наверняка у каждого из вас были или до сих пор сохранились какие-нибудь игрушки, от которых просто невозможно оторваться. А вы когда-нибудь задумывались, что вещицы, специально созданные для развлечений, могут быть опасными? Только представьте, по всему миру ежегодно снимается с производства не одна тысяча разнообразных игрушек, которые на первый взгляд кажутся абсолютно безобидными. И если бы на этом всё, до сих пор прилавки магазинов ломятся от кучи различных вредных штуковин, которые привлекают внимание детей. Но родители, в свою очередь, только чтобы не видеть слёз и соплей своего чёда, немедленно покупают всё, к чему тянутся детские руки. Итак, хотите узнать, что лучше никогда не покупать самим и не выбирать в подарок братьям и сёстрам? Тогда это 5 самых вредных игрушек. Поехали! Спиннер. Абсолютно каждый из вас знает, что это такое. Игрушка, состоящая из трёх подшипников и любого другого материала для придания формы, очень быстро набрала популярность не только среди детей, но и среди взрослых. Казалось бы, что тут такого вредного? Крутишь себе, никого не трогаешь, расслабляешься, а потом ещё, ещё, ещё? Уже чувствуете, как не можете прожить без любимой крутилки и дня? Вот она, спиннерозависимость! Поздравляем вас! Но это отнюдь не самое страшное, чем может обернуться использование этого гаджета. Из-за того, что игрушка пользуется огромным спросом, её производят везде, из любых материалов, в том числе опасных для здоровья и для любых целей. Зачастую из-за таких криворуких производителей можно запросто получить травму, ну, например, глаза. Представьте, как в процессе кручения у спиннера отлетает одна лопасть и летит вам прямо в лицо. Не самое приятное, что может случиться, правда же? Особенно, если вам придётся иметь дело вот с таким вот почти холодным оружием, больше похожим на сюрикен, а не на гаджет-антистресс. Каким бы там ни был ваш спиннер, помните, что даже такую безделушку лучше покупать в магазинах игрушек, а не в переходе или у бабушки на улице. Нанокуб Несложное занятие по перебиранию магнитных шариков и полосочек довольно быстро затягивает и помогает сократить время ожидания в какой-нибудь длиннющей очереди. Однако такое изобретение в первую очередь было придумано для взрослых, но никак не для детей. Несмотря на это, множество дошкольников пытается с умным видом слепить что-нибудь из такого металлического конструктора, но вместо этого получают разочарование, побитые пальцы и запоры. Да, именно последнее является самым распространённым побочным явлением игры с нанокубом. Ведь мелкие детальки такие красивые и блестящие, что просто невозможно пронести их мимо рта. Самый лучший исход поедания таких шариков — выход несъедобных деталей, пусть и с некоторыми мучениями длиной в несколько часов, но естественным путём. В худшем случае, может понадобиться операция по извлечению частей игрушки. Ну кому это надо? Чтобы такого не происходило, следите внимательно за вашими младшими и не давайте тянуть всякую гадость в рот. Дартс Нам кажется, детство многих из вас не прошло без такой вот игры. На самом деле, дартс создавался с целью развития концентрации и меткости. Использовать его по назначению получается, но только если знать правила игры. Однако некоторые дети, которым взрослые ничего не объясняют, а сами они не додумываются прочитать инструкцию, часто страдают от нападения остроконечных дротиков. Именно так многие описывают родителям своё горе, когда обнаруживают, что в них втыкается игрушечный снаряд. Хоть мы тут и пытаемся шутить, на самом деле по всему миру зафиксировано множество случаев травмирования детей железными наконечниками и несколько происшествий со смертельным исходом. Поэтому если вы или кто-нибудь из ваших друзей очень сильно просит дартс, лучше приобрести вариант с присосками на конце дротиков. Ну так, на всякий случай. Бешеные машинки Признайтесь, когда вы гуляете в каком-нибудь парке, у вас точно есть желание прокатиться на детской машинке или на игрушечном мотоцикле. О какой опасности может идти речь, скажете вы, ведь это же милейшие игрушки. Но оказывается, под невинным обликом таких средств передвижения скрываются реально адские машины. Такой пластмассовый транспорт зачастую оснащается электрическим ходом, и кнопки газа или тормоза у игрушек периодически западают. Это, конечно, смешно, когда вы на приличной скорости врезаетесь в первое же препятствие и не в силах затормозить. Но у таких забав бывает не всегда веселый исход. Так, например, компания Fisher Price получила несколько исков из-за сломанных детских конечностей и была вынуждена отозвать из продажи 218 тысяч уже произведенных игрушечных мотоциклов. Так что, если вы увидите кого-то с сумасшедшим лицом, несущегося на такой безобидной машинке, скорее зовите на помощь, пока не поздно. Крокодил-дантист. Только посмотрите на этого забавного крокодильчика. По совету производителей, лучше играть с ним вдвоем или втроем, ну, чтобы было интересней. Для начала нужно это двинуть верхнюю часть игрушки назад до щелчка, а затем нажимать на зубы по очереди и наблюдать, кто первым окажется без пальца. Нет, мы сейчас не пошутили. При нажатии на определенный зуб челюсть пластмассового животного захлопывается и попадает прямо по пальцу. Самое интересное, что этот самый крокодил разрешен для детей от трех лет. А теперь представьте, что будет с пальцами ребенка, если он не успеет вовремя среагировать. Но это еще не самое страшное. Если оригинальная игрушка имеет пластмассовую челюсть, некоторые особо изобретательные взрослые переделывают к ней различного рода лезвия, кнопки, булавки. В общем, делают все, чтобы превратить и без того сомнительную игрушку в еще более опасный агрегат. В общем, хорошенько подумайте, если вы захотите повторить за такими умельцами. Мы очень не советуем этого делать. Друзья, а какие игрушки были у вас в детстве? Делитесь этим в комментариях и не забывайте про лайки. Друзья, пора заряжать свои мозги на полную. Заходите на канал BrainTime. Там вы найдете кучу интересных и полезных фактов, а также море позитива и тонны полезной информации. Подписывайтесь, и мы обещаем, будет очень интересно. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.